Мы сейчас поговорим с журналистом Екатерина Мирееминская с нами на связи. Екатерина, рады вас видеть. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, что наша жизнь игра. Все помнят, да, эту мелодию и вот как раз эти слова. Как показала игра, игра может зайти далеко, особенно игра в пропаганду. Ну и, к сожалению, что где когда превратилось в то, что превратилось. Екатерина, вы на сегодняшний день уже не являетесь знатоком в этой программе, но являетесь знатоком многих вещей по жизни, как говорят. Поэтому рады вас видеть сегодня. Мы называли имена тех знатоков, которые покинули клуб. Я сейчас повторю, потому что немножечко раньше это у нас происходило. И, кстати, все они признаны иноагентами. И Равшановский, Рав Николай, и Крапиль, Дарья Соловей и так далее. Но есть те, кто остались. Всем известно, это я зрителям сейчас рассказываю. Александр Друсь, да, многие помнят его. Максим Поташем, Виктор Сиднев и Борис Левин и так далее. Я все-таки хочу вас спросить. Видите, вы давали интервью для настоящего времени, и этот вопрос звучал. Но я бы хотела, чтобы вы также ответили и в нашем эфире. Программа «Что, где, когда» там все-таки остались люди, которые остались. И все-таки я хочу спросить. Сама программа по себе, это пропагандистская программа? Либо же люди, которые в этой программе, они тоже являются носителем, по вашей, те, кто остались, являются носительными тех пропагандистских речей, которые на сегодняшний день действительно практически, знаете, вот практически на протяжении всего дня можно услышать у тех российских пропагандистов, ну, которые эту роль исполняют на отлично, но уже в таких более политических программах. Либо же все-таки, по вашему мнению, стоит отделять люди и передача? Я бы отделяла пропаганду Первого канала государственного российского и саму телепередачу, потому что для многих это важный пункт. Все-таки в самой передаче, когда она идет в эфире, не звучит никаких пропагандистских лозунгов пока, ну, и я надеюсь, что так и продолжится. И именно это позволяет телекомпании говорить, что что, где, когда вне политики. К сожалению, это не всегда, ну, то есть это не совсем так, но этот лозунг вот они активно используют. Да, мы тут видим прошлые кадры, на которых еще все в зале знатоки, многие из которых покинули клуб. Получается, что есть носители этих пропагандистских идей, которые действительно играют сейчас в этой телепередаче. И самый яркий, наверное, пример – это магистр игры Максим Паташов, который, как вы знаете, съездил и выступил перед мобилизованными в Центр обучения, такая Рязанская область есть в России, где он рассказал, ну, почему нужно идти и воевать. И после этого не осталось никаких, конечно, сомнений, что вот он придерживается той точки зрения, такой государственной, пропутинской и, собственно, антиукраинской. То, что некоторые редакторы, люди, которые делают эту передачу, тоже искренне или нет, но, во всяком случае, вслух разделяют эту позицию, это, ну, тоже известно. Остальные люди, которые до сих пор принимают участие в телепередаче, некоторые не поддерживают войну, но как-то идут на сделку своей совестью и именно говорят, что должно же быть на этом пропагандистском телеканале хоть что-то хорошее. То есть такая ситуация неоднозначная и сложная. Это интересно, потому что, ну, мы говорили, да, вот перед началом нашего с вами интервью, программа выходит 75-го года, зарекомендовала себя клуб знатоков, банальные вещи, говорю, которые все знают, но это высокоинтеллектуальная передача. Вот так ее можно, в принципе, охарактеризовать. Это передача, на которой все учились, можно тоже так сказать, я думаю, которая приносила много плодов для раздумий, грубо говоря. И каким образом за вот такую продолжительность своей жизни программа превращается, если я правильно понимаю сейчас, нынешнее состояние дел, в целом, что, где, когда, из высокоинтеллектуальной программы в пропагандистскую какую-то машину. Каким, вы общаетесь, общались ли, возможно, с нынешними знатоками, каково им из роли интеллектуала переходить в роль, простите, Владимира Соловьева в некотором роде? Ну, как я сказала, для многих это вполне естественный путь, к сожалению, оказался. И действительно, можно сказать, что Максим Паташов — это тот же Соловьев, только вариант light. Но для некоторых это какая-то сделка, видимо, с совестью, потому что игра для них важная часть жизни, и они просто не могут отказаться, потому что они привыкли, что каждое воскресенье они проводят в этом телеклубе, они отвечают на вопросы, получают свою порцию адреналина, и как-то считают, что это не такое плохое дело, что они мелькают на Первом канале, но зато они, может быть, где-то как-то иначе свою другую позицию высказывают, может быть, донатят в СУ или что-то такое. Такие, я думаю, тоже есть. Что касается самой телепередачи, как она превратилась в то, что сейчас есть, это происходило постепенно, но, конечно, мы должны понимать, что она всегда была встроена так или иначе в Первый канал, сначала в Государственный канал, как там было в СССР, потом в Первый канал, и никогда не была свободна от мнения власти. То есть то, что они называют вне политики, это скорее было никогда не говорите ничего наперекор, а лучше ничего не говорите вообще. И я помню еще постепенно, когда это было, когда после 2014 года знатокам начали задавать неудобные политические вопросы, например, чей Крым? Знатоков собрали тоже перед игрой, перед эфиром и провели такую беседу, и посоветовали просто уходить от ответа на этот вопрос и говорить, что где-когда вне политики как раз. Дальше, конечно, яркий пример — это с адвокатом Ильей Нойком, который защищал, как вы знаете, украинского офицера Надежду Савченко, которую Россия обвиняла в убийстве журналистов, и это был громкий политический процесс, и Илье тогда пришлось тоже покинуть игру, его просто попросили уйти уже в начале, по-моему, 16-го года. — Еще один вопрос, аспект точнее. Если я не ошибаюсь, вы в одном из интервью говорили о том, что знатокам по итогам игры дарили довольно ценные вещи, да, и книги, и многое другое. Потом это заместили на финансовые вложения, если я правильно понимаю, на определенные денежные вложения в знатоков. По вашему мнению, финансы играют огромную роль вот в этом плане, не бесплатно поддерживать пропагандистскую всю эту чушь менее, обиднее, да, чем если за это платят еще тебе хорошие деньги. Сколько получают знатоки? — Знаток — это все-таки не работа, не профессия, и сейчас знатоки не получают денег за то, что они принимают участие в телепередаче. Но действительно конвертировать свою известность у многих получается. И кто-то зарабатывает лекциями, кто-то зарабатывает на своем имени, кто-то действительно ведет что-то похожее на что, где, когда, какие-то квизы, конкурсы, корпоративы. И вот это уже может быть и делом жизни, и основным источником дохода. И действительно некоторые знатоки с этого живут, и именно поэтому, скорее всего, не могут покинуть так запросто клуб. Екатерина, я знаю, что вы смотрите иногда. Ну вот смотрите для того, чтобы посмотреть. К сожалению, все больше новых лиц, насколько я понимаю, да. Каждое воскресенье появляется. По вашим подсчетам, около 12-15 знатоков сами ушли. Есть те, кто сейчас продолжают уходить. Видно, как вы написали также в одном из комментариев, что, видно, до них доходят определенные все-таки понимания того, что на самом деле произошло 24 февраля 2022 года. А возможно, из-за того, что идеологические программы действительно поменяла направленности. Как вы видите будущее этой программы? Ну вот есть ли оно вообще, либо же, скажем так, она настолько уходит, идет не по правильному пути, что на самом деле вот в 1975 году, да, первый выпуск вышел, да, ну уже колоссальное количество времени, что в принципе как-то она идет к своему закату. Либо же все-таки, ну, тоже не стоит так говорить. Ну, видимо, при сегодняшнем режиме программа «Что, где, когда» сохранится, потому что всех все устраивает. А вот что будет дальше, когда режим сменится, что, я надеюсь, произойдет, сложно сказать. Мне бы хотелось, чтобы в каком-то виде что-то похожее существовало. Но, как говорит в моей статье тоже Илья Новиков, он привел такую метафору, что это такая маленькая лодочка, которую привязали к огромному российскому кораблю, который, понятно, куда идет, и что вряд ли она успеет отвязаться. То есть что из-за какой-то либо конъюнктурной, либо карьерной, либо финансовой выгоды вот эта игра, она оказалась привязана к политической махине, это, наверное, очень жаль. Но это, наверное, лишает ее в каком-то смысле будущего. Екатерина, почему начали в записи программы выходить? Для многих зрителей было важно видеть то, что происходит, как говорят, лайвом, непосредственно вот эти живые эмоции и прочее, прочее. Запись, она как-то более съедает, да, вот такую живость, непосредственность прямого эфира. Из-за чего вдруг решили делать записные программы? Действительно, то, что программа выходит в прямом эфире, было фишкой, и Ворошилов всегда хотел делать прямой эфир. Сначала ему не давали, и это была запись такая, одним кадром, да, чтобы имитировать прямой эфир. Потом она долгое время шла в прямом эфире, и вот в прошлом году прекратилось это. Но я думаю, это проблемы безопасности сыграли свою роль. Там всегда была очень небольшая задержка, чтобы, если что-то экстренное произойдет, успеть переключиться на рекламу или на какие-то там стандартные кадры, да, заставку. А сейчас уже решили, что такого зазора недостаточно, и чтобы не было никаких эпизодов, похожих на плакаты, там, здесь вам врут, или я не помню, что было написано у Марии Овсяниковой в новостях, когда она вышла на Первом канале. Еще один аспект, Екатерина, мы так завершили тему «Что, где, когда». Тема, вас не касающаяся как участника непосредственно, но я уверен, что вы как зритель точно за этим следили. КВН. Не секрет, что клуб веселых и находчивых, да, он был довольно популярен. И в Украине, в том числе, это была довольно известная игра, породившая в Украине довольно много команд непосредственных, давших старты к карьере, скажем так. Аспект, в котором ныне находится, точнее, вид, в котором ныне находится КВН, тяжело назвать, просто развлекательное шоу, как говорится. Владимир Путин, его якобы прекрасные действия в отношении Украины, его сила, его образ великого лидера. Так называемая специальная военная операция. Санкции, которые вообще не влияют якобы на жизнь обычных граждан Российской Федерации, что в корне не так. Каким выглядит, вот по вашему мнению ныне, и как журналистки в том числе, вот этот клуб веселых и находчивых, какую функцию он выполняет как программа телевидения? Ну, честно говоря, по КВН я совсем не эксперт и даже не фанат, поэтому мне сложно сейчас судить. Ну, я думаю, что, поскольку это одна из просто телепередач, которая выходит на все том же государственном телевидении, наверное, это некоторое примирение населения с действительностью, потому что когда одно дело, когда тебе все время говорит Соловьев или по новостям ты видишь сюжеты, то это может быть страшно, это не все могут принять, а когда ты это подаешь в режим шутки, наверное, это еще один такой способ пропаганды. Я еще помню те времена, когда в КВН не было политики. Я имею в виду, не было шуток про политику, они были как-то за рамками, но это было давно. Завуалированы, возможно. Но они были, но они, эти шутки, были давно. Екатерина, огромная вам благодарность. Огромная благодарность. Вы знаете, Екатерина, мы заметили, как вы, когда мы показали кадры и что, где, когда, видно, что вам дорога была эта передача. И где-то, возможно, да, нам так показалось, возможно, мы ошибаемся, но вот было ощущение, что вам даже где-то больно за то, что произошло с этой программой. Да, спасибо, что подтверждаете. Денис заметил это, говорит, посмотри, как вот Екатерина реагирует. Видно, что ей эта передача была не просто дорога, а где-то она была ей родная, а где-то она была ей важна. Ну, вот так вот, так бывает, к сожалению, кстати. Но вам огромная благодарность, и огромная благодарность за участие в нашем эфире и за вашу реакцию на то происходящее и то, как действует Кремль и Российская Федерация по отношению к другому суверенному государству Украина. Увидимся обязательно, Екатерина, в наших эфирах. Екатерина Миременская, журналист, была с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.